И снова выходные в режиме холодных батарей и не выключающихся обогревателей. 2 февраля произошла очередная авария на котельной машзавода. Пятый котел вышел из строя. Температура в квартирах четинцев упала до 9 градусов. Тепло вернулось в дома только через два дня. Другая, уже кажется, извечная проблема города – мусор. Продолжается у нас проблема с вывозом ТКО. Имеет место быть захламление в контейнерных площадках крупногабаритным мусором. Видим елки невывезенные, видим кучи коробок. Алерон уже озвучивал эту проблему, что у него есть, так скажем, недовыясненные отношения с куражом. Они это решают претензионным и уже даже в судебном порядке. Напомним, на итоговой планерке в прошлом году заместитель руководителя администрации Читы Андрей Гринишин не раз просил представителей Алерона активно отработать после наварских выходных, чтобы город не утонул в мусоре. Отдельно это касалось и хвойных деревьев. Новый год прошел, а елки до сих пор не вывезли. Несмотря на то, что отчет везде абсолютно проходит о том, что мы все в графике, все абсолютно районы, в том числе КГМ, ничего подобного, график не соблюдается. С учетом этого переполнения контейнерных площадок происходит. Есть у меня по результатам объезда города несколько фотографий. В субботу произвели вывоз мусора, елки остались и подбор мусора никто не осуществил. То есть, как было, как все валялось вокруг, с учетом того, что график не соблюли, контейнерные площадки переполнились, люди все начали составлять рядом, в результате у нас получился хлам. Это только центр города, я не говорю уже о всех остальных наших районах. По елкам отдельный вопрос. В течение этой недели елки должны быть вывезены абсолютно со всех контейнерных площадок. Помимо отсутствия отопления и наличия мусора, в ходе планерки обсудили предстоящие для города события. Так, среди крупных мероприятий запланировано подписание планов совместной работы Читы со всеми городами-побратимами на следующие два года. Сюда входит приглашение иностранных делегаций и коллективов участвовать в главных праздниках столицы Забайкалия. Ну и отдельно хотелось бы установиться на блоке мероприятий, которые мы в этом году проводим. Это мероприятие, посвященное 25-летию установления побратимских связей Читы и Манчжурии. В апреле мы примем сначала большую делегацию в Чите совместно с комитетом по физической культуре и спорта. Мы назвали это мероприятие «Неделя спорта» в Манчжурии в Чите. В рамках события в Чите пройдут соревнования по баскетболу, по настольному теннису среди женщин и мужчин и по футболу среди детей. А уже в мае иностранные гости смогут принять участие в состязаниях «Мама-папа-я. Спортивная семья». Вера Садулина, Лишат Сафаров, Владимир Николаев, РТК Забайкали.